Hi everyone! С вами Ева Лорман и в этом видео я вам расскажу как смешивать оксиды. В каких случаях вообще это надо делать? Вы знаете, в тех случаях, когда у вас вдруг неожиданно какой-то оксид закончился, такое тоже может быть. И чтобы не бежать в магазин, тем более, если этот магазин еще очень далеко находится, вы можете сами приготовить себе оксид нужного процента. Это первый случай, в каких случаях смешиваются оксиды. И второй случай, если вам нужен какой-то промежуточный оксид, то есть тройки для вас мало, а шестерки для вас, например, много. И вы такая думаете, ну мне бы что-то посередине какой-нибудь вот. И вы сами просто берете, смешиваете один с другим и получается определенный процент. В этом ролике я вам сейчас покажу, какие проценты вы можете получить, смешивая те или иные оксиды. Если кто-то скажет, что оксиды лучше не смешивать, не слушайте никого! Все это можно спокойно смешивать и на качество окрашивания это вообще никак не повлияет. То есть это будет тот же самый результат. Итак, давайте разберемся вообще какие оксиды бывают. 1,5 процента, 1,9 процента, 3 процента, 6, 9 и 12. Все! Вот эти оксиды вообще в принципе в наличии бывают у любого производителя. Все бы бы ничего, если бы нам не нужно, например, было бы по какой-то причине их смешивать. Я вам сейчас напишу какие формулы бывают и что вы получаете смешивая тот или иной процент. Итак, к примеру, у вас есть 3 процентный оксид и 12 процентный оксид. Что мы можем получить из этих процентов? Если мы смешаем 3 плюс 12 и разделим их на две части, потому что у нас здесь две части, первая часть и вторая часть. Поэтому мы и делим на цифру 2. Что мы получаем? 3 плюс 12 получается 15 и делим на 2. В итоге мы получим 7,5 процента. Вот такого плана мы получим оксид 7,5 процента. У производителя такого процента нет, поэтому я лично часто очень им пользуюсь при осветлении в блонд, в чистый блонд. Следующая формула, что мы можем еще с этого получить? Если мы возьмем, например, две части 3 процентного оксида и одну часть 12 процентного оксида. Это первая часть, это вторая, это третья. Получаем 3 плюс 3, 6 плюс 12, 18. Делим на 3 и получаем 6 процентов. Почему делим на 3? Потому что у нас тут три части. Поменяем тактику, берем следующую формулу. Одну часть тройки возьмем и две части 12 процентного оксида. Также делим на 3, потому что мы взяли три части оксидов и считаем 3 плюс, ну 12 плюс 12 будет 24, плюс 3 будет 27, делим на 3 и получаем 9 процентный оксид. Это делается в тех случаях, когда у вас вдруг закончился либо шестерка, либо девятка, их нет, а вам надо срочно их использовать, то мы можем применить вот такую формулу для того, чтобы не бежать в магазин сломя голову, а создать самостоятельно эту формулу можно так сказать. Теперь посмотрим, как это выглядит на примере. Нам надо получить из тройки и из 12 процентного оксида шестерку. Мы уже поняли, как это делается. Нам надо взять 3 плюс 3 плюс 12. 3 плюс 3 6 плюс 12 18 делим на 3 и получаем 6 процентный оксид. Вы должны будете считать так. Берется все количество оксида. К примеру, вам на краску нужно 90 грамм оксида. Вы 90 грамм должны разделить в равных частях на 3. Получается 30 грамм 3 процентного оксида плюс 30 грамм еще 3 процентного оксида и плюс 30 грамм 12 процентного оксида. Если подытожить получается 60 грамм 3 процентного оксида и 30 грамм 12 процентного оксида. То есть части у вас должны быть одинаковые, разницы не должно быть. Вопрос уже в том, что вы потом уже понимаете, что 3 процентного оксида у вас в два раза больше, чем например 12 процентного оксида. Но это понимать надо будет потом. Самое главное, вот эту формулу обязательно нужно соблюдать одинаковые части. То же самое мы делаем, если мы хотим взять, например, у нас нет 9 процентного оксида, девятки нет и мы ее ищем. Что мы делаем? Мы 3 плюс 12 плюс 12 делим на 3 и получаем 9. 27 будет 9. К примеру, вам нужно на краску примерно 60 грамм. Вы видите, что у вас три части, значит мы 60 делим на 3, получаем по 20 грамм каждая часть. Получается 20 грамм тройки, 20 грамм 12 и 20 грамм еще 12 и в итоге мы получим 3 процентного оксида 20 грамм и 12 процентного 40 грамм. И тогда вы получите 9. То же самое, если вам нужно 7 с половиной, берется 3 плюс 12 это 15, делим на 2 и получаем 7 и 5. Здесь все просто две части. Нам, например, нужно 60 грамм. 60 грамм мы делим именно на 2 на 2 части и получаем по 30 грамм. Значит у нас тройки должно быть 30 грамм и 12 процентного оксида тоже 30 грамм. Математически все достаточно просто, но мы можем, если мы имеем шестерку и 12 процентный оксид, что мы можем заиметь? Естественно тройку мы уже точно не сможем сделать, а вот мы сможем легко сделать девятку. Берем 6 плюс 12, делим на 2, получаем 9, потому что 18 делится на 2, получаем 9. Также 90 грамм нам нужна краска, делим ее на 2, потому что две части получаем по 45 грамм. 45 грамм шестерки и 45 грамм 12 процентного оксида и мы получим девятку. То есть при наличии минимального оксида и максимального мы сможем найти очень много вариаций. Что касается вот этих оксидов активаторов 1,5 и 1 и 9, то их создать невозможно, их надо иметь. Вот знаете возникает резонный вопрос, вообще для чего это все нужно? Я уже вам сказала в самом начале, для чего если вы вдруг не имеете данный момент этого оксида. Есть вариации между ними взять, например, что-то среднее 6 плюс 3 делим на 2 будет 4,5. То есть шестерка для вас слишком большая, тройка маленькая, а вот что-то средненькое можно было бы заиметь. Получается 4,5 процента. Да, это я согласна. Дальше, если вам не 6, не 9 не подходит, а что-то среднее 7,5 подойдет. Я часто этим пользуюсь оксидом. Я себе осветляю им корни при осветлении порошком. Те формулы, которые я вам сейчас написала, они самые популярные при условии, если у вас отсутствует тот или иной оксид. Либо что-то посередине вам хочется взять, то вам требуется какой-то оксид, который бы вот золотая середина. Ни туда, ни сюда, но в моем случае это 7,5. Я его просто обожаю. И 4,5 кстати тоже люблю. Тройка не так себе, 6 слишком, а вот 4,5 тоже хорошо. Пишите комментарии, задавайте вопросы, будем общаться. Естественно, вы будете чему-то учиться, а я буду знать, что вас интересует. Рада была поделиться с вами этой информацией. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут сожми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать. Субтитры сделал DimaTorzok